ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И когда мы были включены в эту рабочую группу, мы поняли, что необходима площадка, платформа для проважения, для популяризации энергоэффективных технологий. Но самое главное, чтобы она была действующей. То есть все оборудование, которое здесь представлено, западный фирм производителей, отечественный фирм, а также наших разработчиков, наших наукорцев, оно все действующее. То есть можно прийти, получить консультацию. Наши дети имеют возможность учиться на современном оборудовании, современной технологии. А жители нашего города со временем получат возможность приходить, с удовольствием, получать консультацию. Оборудование теплоэнергетическое, материалы, а также материалы, которые служат для термомодернизации здания. Это тепловые насосы, это конденсационные котлы, это приточно-вытяжные установки с реперацией, это утеплители, это окна, современные структопакеты, вентиляционные оборудования и прочее. У нас сегодня достаточно значимое событие. Некоторое время назад правительство Германии, в частности Министерство энергетики, экологии и защиты атомных станций, вот так оно сложно называется, приняло решение создать энергоэффективные агентства в Украине. Энергоэффективное агентство создано при участии организации, которая называется ГИЗ, это ГИЗЭЛЬШАФНИКИНТЕРНАЦИОНАЛЬ СУЗАМАНАРБАТЬ, и активном участии фирм, не только немецких, европейских фирм, которые занимаются энергоэффективными технологиями. Сегодня здесь, на кафедре тепловых и электрических станций, представлен этот центр. Основная цель создания этого центра, не считая то, что наши студенты, аспиранты здесь будут проходить обучение, научные исследования и так далее. Одной из основных целей это пропаганда современных достижений в области энергоэффективных технологий. Мы при обсуждении перспектив развития нашего центра предполагаем, и наши партнеры из Германии с этим согласны, что мы здесь должны создать такой шоу-рум действующий, который позволит знакомиться с действующим, работающим оборудованием. Действительно очень приятно, что такая европейская инициатива, неделя устойчивого энергетического развития, начинается в Одессе, по сути, с открытия центра энергоэффективных технологий, к которому мы совместно с университетом пришли несколько лет. Началось это все с местных инициатив руководства университета, с кафедры. Действительно собирали просто отдельно какое-то оборудование, которое можно было показывать и студентам, и аспирантам, и вообще просто людям, которым интересно узнать что-то новое об энергоэффективности. Кроме разработки концепции, собственно, мы предоставили несколько интересных экспонатов университету, центру, которые можно посмотреть внизу, может быть, тепловизор, который тоже поможет внедрять какие-то практические вещи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ